Зомбо-ящики России нагло навязывают мысль о том, что против боевиков воюют американские солдаты. Между тем ряды вооруженных боевиков в Киеве пополняются. По некоторым данным, сегодня в город приехали три сотни профессиональных иностранных наемников. При этом, не стесняясь, рассказывают про французов, испанцев, сербов и даже американцев, которые воюют на стороне боевиков. Все больше иностранцев записываются в ряды ополчения на востоке Украины. Иностранцы, которые воюют на юго-востоке Украины в рядах ополчения Донбасса, все чаще открывают свои лица. Список тех, кто отказался от маски, пополнили граждане Колумбии и Соединенных Штатов. Не менее ста граждан Германии воюют на стороне ополчения на юго-востоке Украины. Практика участия иностранных наемников в военных конфликтах не нова, утверждают эксперты. Наемничество, тренд на участие в разного рода конфликтах, которые по миру множатся, он характерен для части молодежи европейских государств. Россия не стала изменять традициям. На фоне славянской риторики Кремлю удалось привлечь полный интернационал шовинистов-боевиков практически со всей Европы. Вербовочные пункты сегодня открыты во многих странах. Они действуют на подлечения различных культурных центров или в общем-то совершенно странных организаций. Одна из таких организаций – Континентальное единство. РФ активно сотрудничает с ней. Именно единство под видом гуманитарной помощи занимается отправкой на Донбасс так называемых добровольцев из Франции, Сербии и других стран Европы. Я слежу за ходом этого конфликта с самого его начала по бразильскому телевидению. ПТВ же узнал и о существовании ЮНИТЕ «Континенталь». Они декларуют, что это как раз сбор из засобов и волонтеры, которые идут для допомоги жителям Донбасса. Но тут как раз деактивная вербовка и направление конкретных боевиков. Связаться с вербовщиками можно не выходя из дома. Достаточно просто найти нужный сайт, как сделал этот сербский боевик. Я сам на интернете сам увидел сначала, там можно найти контакт добровольец.org, тоже на фейсбуке. Интербригада.org. Интербригада.org – это сайт, который как раз-таки занимается поиском таких, собственно говоря, наемников. А дальше в игру снова входят уже печально известные спецслужбы РФ. Одним из первых отдавать свой интернациональный долг России приехали радикалы из организации сербских чатников. Они появились у нас впервые в прошлом марте на блокпосту в Крыму. После захвата Крыма вместе со своим командиром Братиславом Живковичем чатники поехали убивать украинцев на Донбасс. Их подразделение имени Йова Нашевича стало крупнейшим по количеству бойцов. В итоге численность отряда выросла с 45 до 250 человек. Мы, сербы, воевали в русской армии. Сербский генерал Милорадович был генералом Центрального русского войска в Бородинской битве. Для нас, сербов, это нормально. Существует мотивация. Это братская Россия. Мы должны воссоединиться, мы должны восстановить справедливость. Своих дружеских чувств к России сербы никогда не скрывали. Еще до начала вторжения на украинские земли Живкович посещал марши в Москве и рассказывал про многолетнюю дружбу между православными народами. Мы уже многие годы сотрудничаем с русскими национальными организациями. Поэтому, когда Россия кликнула клич, братушки, приезжайте, они приехали. Правда, ненадолго. Притянутая за уши дружба не выдержала испытания с сербским законом. Обвинение в наемничестве и перспектива провести в тюрьме не один год сербским националистам не понравилось. Поэтому они по добру, по здорову вернулись на родину. Для большинства так называемых иностранных добровольцев война в Украине – своего рода сафари, в котором они, прикрываясь идеологией псевдо-философа Дугина, мнят себя спасителями несуществующего русского мира. Это новое видение мира, которое сформулировано в основном Александром Дугиным – евразистом. Под этим красивым словом, в случае с иностранными легионами Кремля, стоит понимать… То есть это место, где они свободно могут воплощать свои самые, скажем так, сокровенные желания. Где они могут безнаказанно убивать, мародерствовать, творить прочие вещи. Российская пропаганда постаралась на слабо. Все как под копирку, они твердят про нацистов и Америку, которые напали на мирное русское население. Многие простые люди в Европе считают, что на Украине происходит битва Америки и России, прогрессивной, так сказать, России, которая борется против распространения американской гегемонии в Европе. Их заученные речи звучат примерно так. Точно знаю, что каждый убитый человек, каждый уничтоженный дом – это результат политики США. Все это проводится с согласия США. Глобальная война. Это глобальная война. Американские атлантические силы НАТО, они везде в мире оставляют след. И их надо остановить. Чтобы защищать мирных жителей Донбасса, которые подвергаются атакам нового фашизма здесь, на Украине. Насмотревшись российского ТВ, сепаратисты из Испании сделали вывод. Война в Украине – точь в точь, как гражданская война в Испании. Местные люди – это как мы, испанцы, в 1936-м во время гражданской войны. К сожалению, у нас фашизм продержался 40 лет. А сейчас весь мир должен узнать правду о происходящем здесь. А значит, фейковый фашизм теперь уже на Донбассе необходимо срочно остановить. Интернациональные бригады пришли сюда на помощь к нам в 1936-м году. И это исторический долг. Теперь мы отправились туда, чтобы помочь им. Но не все иностранцы приехали сюда из идеологических побуждений. Специалисты военной разведки знают – участие в военных конфликтах чаще всего подразумевает финансовый интерес. Европейские добровольцы, так называемые легионеры из Франции, например, из Сербии, они кроме внешней мотивации, значит, идеологичной, они отримывают конкретные деньги. Если мы говорим, какие размеры, какие хорошие, то это где-то 2, 5, 7 тысяч евро. Эксперты утверждают, привлечение наемников планировалось России задолго до вторжения на наши земли. Это была одна из спецопераций русских. Россия привлечь хотя бы нескольких иностранцев, тех же французов, тех же испанцев, сербов, чтобы показать, что тут не только русские, но и целая когорта профессионалов, людей, борющихся за какие-то ценности и идеалы. С этой целью Россия долгие годы поддерживала связь с радикальными организациями в Европе. Есть целая мережа, контакты между крайними структурами и Франции, и Испании, Италии, и национальности, и Британии. Но хитромудрый план по созданию многочисленных интернациональных легионов с треском провалился. Количество европейских наемников ничтожно мало. Да и при активном наступлении с таких бойцов пользы мало. Поэтому основное их задание теперь – позировать перед камерами. Пока мы остаемся в своем подразделении и не принимаем участия в активных боях. Этих товарищей мы только как Гиви и Моторол видим по телевизору, но передовой они не бывают. Возможно, они на таких условиях контракта и приехали послужить в Донбасс. Просто подержать оружие в руках, красиво порисоваться. Например, этот сербский снайпер – новая звезда интернета. Дэки, Дэки, Сербия. На передовой его увидишь нечасто, зато многочисленные интервью и видеообращения можно найти чуть ли не на каждом сепаратистском канале. У нас в студии боец ополчения Донбасса, легендарный снайпер Дэян. Известность его настолько велика, что даже российские дети пишут ему письма. Я сюда получил письма от Артема из Оренбурга. Конечно, это чистый пиар. Чистый пиар не более чем. Российские журналисты используют иностранцев в целях путинской пропаганды. Из кучки заезжих солдат они создают образ так называемого евразийского повстанца. Им важно показать, что украинской хонте противостоит весь мир. Иностранцы на Донбассе оказались загнанными в ловушку. Без знания языка и документов они стали легкоуправляемыми марионетками в руках российского командования. Дорога домой, как и в большинство других стран, им закрыта. Если я вернусь во Францию, меня с большой долей вероятности обвинят в наемничестве. У нас за это грозит уголовное наказание. Страна сейчас очень нас будет наказать, для того, что мы здесь. Не надо здесь оставаться, потому что у нас такие законы, когда я в армии второй страны воюю, минимально там 30 годов. Позировать перед камерой с оружием – это одно. А вот отвечать за преступления перед законом совсем не входит в их планы. Караются очень жесткое периодное наказание. Вот в случае совершения военных преступлений такое наказание может быть даже пожизненное. Они не понимают ни слова по-русски, но приехали сюда отстаивать русский мир. Скорее всего, они не отличат украинца от россиянина. Но за деньги готовы бороться с киевской хунтой и фашистами. У них нет пути назад, и пока война будет длиться, они во всем будут подчиняться Кремлю. Но как только российская ига будет свержена, им придется ответить за свои преступления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова